Ас-саляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Сегодня мы с вами разберем суру Ан-Нас. Многие спрашивают уже после того, как научились читать суру Аль-Фатиха, еще какую-то суру, и мы возьмем несколько последних сур, начнем с них, для того, чтобы поскорее вы научились читать также правильно вместе с сурой Аль-Фатиха и какую-то из этих сур. Начнем с последней суры из Корана, это сура Ан-Нас. Начинаем чтение этой суры, как обычно, с начала каждой суры, с басмаля. Бисмиллахи ррахмани ррахим Первый аят Мы видим, после вкав, которая с доммой, приходит лям, сукун, халия. Такой сукун, или такая форма сукуна, указывает на то, что мы лям читаем четко и ясно, как мы ее должны читать. Оль, да, то есть, илвар, ахарф и лям. Обратите внимание, часто читает Оль, Оль. Не нужно отрывать так резко язык. Оль. Ау-зу. Неправильно читать. Или как-то очень твердо или очень мягко, смягчая ее до буквы Э. Да, это А. А. Оль. Ау-зу. И харф л-Айн стоит с доммой. Иногда бывает так, боясь произнести Айн. Еще и Хамзу это читает. А-а-у-зу. А-а. Как будто она тоже Айн. Нет. А-а-у-зу. Вытягиваем губы с Айн. И с этими же вытянутыми губами произносим после этого Харфыдзаль. Да, сначала вернем их на место, потому что Харфыдзаль требует возвращения этих губ, да, иначе будет сложно точно ее произнести. А-а-у-зу. Кул А-а-у-зу. Би-Ра-Би-Н-А-С. Би. Четко произносим Би. Потом Харф Ра у нас твердый. Би-Ра. Би-Ра-Би. Учитывая, что Ба у нас удвоенное, мы не говорим Би-Ра-Би. Да, иначе это будет как короткая или одна Ба. А у нас удвоение за счет фиксации в Махраджи показываем, что здесь вес двух букв, а не одной. Би-Ра-Би. Внимательно. Часто очень ошибка. Это когда перед удвоением сокращают огласовку. Би-Ра-Би. Би-Ра-Би. Да. Би-Ра-Би. При медленном чтении это четко видно, да, что огласовка, когда сокращенная или нет. Би-Ра-Би-Н-А-С. То же самое Би с переходом на Нун удвоенное. Так как у нас здесь Гамзет-Аль-Осаль, которая читается только в начинании, и мы ее не читаем. При следственном чтении Би, это следующая буква, не читается. Также и Харф-Лям. Харф-Лям. Над ней мы видим Сукун-Невидимку, который указывает на то, что последующая буква у нас это Ид-Ра-Би. Ну, в данном случае Ид-Ра-Би, последующая буква может быть иметь Хоком, да, на Ихва или Ид-Ра-Би, или показывает также на Харф-Лям-Мед, как вот здесь, да, мы видим, что Сукун здесь невидимый. Ну, в данном случае это Ид-Ра-Би, солнечные буквы. Да, про это уже говорили, если будут вопросы у кого-то, еще отдельно упомяну в одном из последующих видео. Итак, у нас здесь удвоение, и заметьте, удвоение Нун требует большей длины, чем удвоение любых других букв, да, так как мы здесь протягиваем нозализацию. Кул-А-У-ЗУ-Би-Раб-Би-Н-Н-А-С. Син, тоже не остановимся, как А-Н-Н-А-С. А-Н-Н-А-С. Да, Син слышимо в конце при остановке. Итак, это первый аят, потренируйтесь, иншалла его произносить. Переходим ко второму аяту. М-А-Л-И-КИ-Н-А-С. Обратите внимание, что в отличие от суры Кал-Фатиха, где между МИМ и ЛЯМ стоит маленькая такая АЛИФ, здесь ее нету. Поэтому не читаем МА-Л-И-КИ, а читаем МА-Л-И-КИ. Три просто огласованных буквы, долгих нету. И вот эта КИ, перед удвоением у нас, опять же, как и в предыдущем аяте, внимательно, чтобы она не сокращалась меньше, чем она должна быть. М-А-Л-И-КИ-Н-А-С. Часто читают МА-Л-И-КИ-Н-А-С. МА-Л-И-КИ-Н-КИ-Н. Очень быстро. М-А-Л-И-КИ. Они, три, должны быть одинаковые. М-А-Л-И-КИ-Н-А-С. М-А-Л-И-КИ-Н-А-С. Итак, следующий аят. Третий аят. И-Л-А-Л-И-Н-А-С. И-Л-А-Л-И-КИ. Мы видим здесь уже между ЛЯМ и буквой ГАМ есть маленький АЛИФ, который говорит о том, что мы его читаем, как долгий. И-Л-А-Л-И-КИ. Внимательно буква ГАМ часто сложно найти некоторым МА-ХРАЧ или его утвердить, так как МА-ХРАЧ, ХАРФАЛЬГА, нижнее горло, и сложности у некоторых с ним возникают. Говорят, например, ИЛ-А-ХИ, ИЛ-А-ХИ. То есть какие-то очень такие слабые ХАРФЫ, при этом, конечно, не чрезмерствуем. Другая крайность, это говорят ИЛ-А-ХИ, ИЛ-А-ХИ-Н-А-С. То есть это тоже чрезмерно. ИЛ-А-ХИ-Н-А-С. Это третий аят. Четвертый аят у нас МИН-ШЕ-ВИЛ-ВЕ-С-ВЕ-СИЛ-ХОН-Н-А-С. МИН-Мы видим на дну, нету никакого знака, как и в предыдущих. Вот, например, здесь не было знака СУКУНА, и здесь не было знака СУКУНА, да? Здесь то же самое. Когда у нас над буквой нету никакого знака, то есть СУКУНА, АРИЯ, в этом случае у нас буква или не читается, в принципе, да, тогда у нас ИДРАМ, или ИХВА, как вот здесь у нас будет в это правило ИХВА, или ХАРФЛЬМАД. То есть такой СУКУНА указывает или на ИДРАМ, или на ИХВА, или на ХАРФЛЬМАД. Когда это ИДРАМ, это не означает, что это ИДРАМ только с НУН СЕКИНА. Это может быть и другие виды ИДРАМа, да, как, например, ИДРАМ СОВНЕЧНОЙ БУКВЫ. Итак, мы читаем здесь НУН, оставляя только анализацию и настраиваясь уже прочитать букву ИЩИН, да, то есть как бы НУН читаем, настроившись уже прочитать букву ИЩИН. И получается НУН такая УТАЙННАЯ. ЛЯМ здесь мы уже видим, ЛЯМ, видите, с таким знаком, в отличие от этого примера. То есть это у нас говорит о том, что в этом случае ЛЯМ мы читаем чётко и ясно, как было и вот здесь. Да, поэтому мы читаем ШАВИЛЬВАСУЭСИ. Буква СИН тоже имеет такой же СУКУН, мы её читаем чётко и ясно. Вот этот знак с такой вот маленькой СУКУН у нас не читается при слитном чтении, поэтому мы сразу на ЛЯМ переходим. Здесь ЛЯМ также читаем. буква внимательно чтоб не было хон нас часто ее твердые буквы пытаюсь делать чрезмерно твердый округляют что неверно это же удвоенная но мы ее протягиваем чуть чуть дольше на зализацию делаем 7 в конце резко не отрываем как уже было в предыдущих примерах еще раз это яд следующий аят здесь уже гамзаталуасль мы если отдельно читаем каждый аят уже в начинании гамзаталуасль и мы ее произносим произносим ее сфатхай афатхи здесь нету но вы должны знать что при начинании мы здесь произносим ее сфатхай аль лави да то есть начинам сфатхай аль лави у вас вису фи суду рин с аль лави мы видим на для мтаж рит удвоение значит мы задерживаемся на махраджи и слышим как бы двойную аль лави аль внимательно касса говорим где как за да то есть такое звука не должно быть и также не говорим вы как и на той соблюдаем и махрадж самой буквы и огласовку произносим правильно тут есть еще харфля я долгий и внимательно что после долгого я идет уже я согласовкой и часто ошибка или сокращает его говорят аль лави просто без долгого или его сливают с этой буквы здесь они не сливаются в удвоение читается харфмэнд долгий а потом я в дом и лави юэс вису неправильно прочитать будет лави юэс вису и как бы без долгого и перейти сюда также будет неправильно прочитать в удвоение например аль лави юэс вису как будто там не долгий а просто удвоенный вот такой харф далее мы видим слово юэс вису внимательно часто ошибка кто заучивал может русский вариант какой-то написанный говорят юэс вису юэс вису или еще как-то до разные варианты 7 тоже не его сервису не отпрыгивает язык придерживаем юэс вису буква уау это не в нее с вису да у и вы вытягиваем губы хорошо и говорим и после него вы вы юэс вису фи харфмэнд фэ потом кастра и вот это я здесь точек нету но ее форма и наличие кастра уже подсказывает нам то что это и и других вариантов здесь не может быть фи суду ри соль твердая буква здесь она сдам и поэтому мы как раз вытягиваем губы суду ри внимательно что дарь уже здесь мягкая соль твердые дарь мягкая суду ри значит мы не говорим суду ри суду ри так как твердо нет суду ри нас опять же вам за тросами читаем для читаем удваиваем вот но он и последняя или прочитаем еще этот аль леви юэс вису фи суду ри нас последний шестой от этой суре мина лидин найти уанна с ми на тут две огласовных буквы внимательно не мина лиджи мина лиджи найти часто вот эту фатку очень коротко читать мина лиджи найти мина лиджи найти нет мина мина и нам тоже придержитесь если вы дадите правильную длину этим буквам вам или он будет легче придержать то есть вы как бы плавно с одной буквы в другой приходите мина ля мы видим такой сукон который говорит о том что мы ее читаем четко и ясно где найти внимательно чтобы не было чем найти так как че нет мина лидин найти здесь мы видим удвоенный ну и ну и также читаем ее чуть дольше протягивая на зализацию четко четко говорить идти четко такая довольно частая ошибка когда говорят ты ты такой звук получается звонкий буква то она глухая буквально больше воздуха дать идти мина лидин найти уанна с вау него не говорим во 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 уйти вытягиваем хорошо губы мина лидин найти уанна с здесь мы видим лям уже таким суконом а здесь другим то уже невидимым поэтому потому что здесь правило у нас лунные буквы дим и тоже надо ошибаться говорят мина диннете нет мина лидин найти дадим не удваивается она читается с краской себе 1 дим и так еще раз пройдемся по правило наверно не будем же еще раз просто прочитаем на что на что нужно обратить внимание вы обратите бисмиллахи рахмани рахим об прием и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok